Третий Сёмин, 73-й Никитенко, 77-й Белов и 78-й Кваша. Помогают Вячеславу Быкову, Владимир Попов и Игорь Захаркин. Очередная смена составов. Появляется Альберт Лещев с партнерами, воспитанник ЦСКА долгое время. Да, длительное время Альберт выступал за команды покеренного клуба ЦСКА. Да, и такой неожиданный переход Воскресенский Химик, но вот Адако Сойин бросает. И шайба от клюшки. Да, Егоров. Егоров играет очень уверенно. Кстати, следует отметить, что впервые в этом сезоне, точнее не впервые, а второй матч в этом сезоне ворота Воскресенского Химика защищает Алексей Егоров. И по отзывам очевидцев, по отзывам прессы, предыдущий матч провел очень хорошо. Попытка была войти в зону Дмитрия Шамолина. Ну вот такой средний темп. Команды очень осторожно начали. Начали первый период. Прежде всего, прежде всего не ошибиться во Вороне, прежде всего не пропустить. И попытка использовать ошибку соперника. Очень аккуратная, осторожная игра первые три минуты. Хамитский. У него хороший бросок, но сейчас клюшка сломалась у защитника ЦСКА. Лещев. Вишневский открыл ему коридор. Не пустили Альберта. Но судья фиксирует... Задержку? Да, фиксирует нарушение правил. Бывали там задержки, не знаю. Но то, что его блокировал защитник, это очевидно. Ну, движение. Да, очевидно. Показал на себя. Вот, мы сейчас видим повтор. Да, пожалуй, нарушение правила здесь было. Первое удаление Ян Хейда. Отправился отдыхать, если можно эти две минуты отдыхом назвать. Ну, две минуты мы так по привычке говорим. Может быть, и меньше ему придется находиться на скамейке. Все будет зависеть от расторопности подмосковных хоккеистов при реализации большинства. Ну, то скрещенцы так планомерно пытаются начать атаку. Камерский вбрасывает. Для Валерия Каменского тоже далеко не пустой звук, к слову, ЦСКА и каток этот. И вообще, вся его хоккейная карьера, это прежде всего игра за хоккейный клуб ЦСКА и сборную команды страны. Да, кстати говоря, сегодня его партнер находится, многолетний партнер находится на тренерском мостике. Вячеслав Быков, Каменский Быков, Хомутов. Одна из лучших, наверное, троек нападений вообще за историю, в истории нашего хоккея. Ну, а Валерий вот вместе с Германом Китовым продолжает наводить страх на вратарей российской суперлиги. Несмотря на возраст. Да, несмотря на разные мнения об их игре, несмотря на... Вот опять собирают шайбу. Они по существу лидеры команды на протяжении всего сезона. И от их игры зависит напрямую результат. Потайчук сейчас прекрасный передателем гол. Потайчук начал эту комбинацию и, по-моему, он же закончил или Шкотов. Сейчас мы посмотрим еще раз. Да, Потайчук накатывался, последовал пас, бросок остановил падение шайбу. Но было добивание, а уж как оно произошло, наверное... И добивание было в таком теннисном варианте. Да, в теннисном виде таком. Надо будет, наверное, разобраться. Вот мы сейчас смотрим. Вот давайте смотрим. Потайчук делает передачу. А, нет, прошу прощения, это 15-й номер. Сергей Брылин. Еще один человек, для которого армейский хоккей и армейский клуб далеко не самое последнее место в его жизни. Ну, Брылин вообще с детских лет воспитывался в детской хоккейной школе здесь и уехал отсюда в национальную команду, в национальной хоккейной лиге. Брылин вообще в другой команде не играл у нас в стране. Только за СССР. Ну, вот сейчас очень важная шайба армейцем есть. Васянник не расторожно сейчас действовал немного. А Никитенко очень хорошую передачу ему сделал. Еще раз. Несколько опасных ситуаций воскресенцы допустили здесь слабости в армейке. Но ведь и для вас оба этих клуба не последнее место в вашей хоккейной биографии занимают. Так, пришлось потрудиться и в воротах ЦСКА знаменитой команды, непобедимой в свое время. Ну, и Устресенский химик на протяжении шести сезонов был. После Динамо уже, да. Да, после Динамо был родной командой. Так что мне есть за кого поболеть сегодняшний матч. Очередное удаление и вновь у армейцев Штрбак отправляется за подножку. Да, много борьбы и такие нарушения, которые, в общем... Вот, посмотрите, поставил клюшку и... Да, подножка, да. Ну, что мы видим? Опять армейцы защищаются. Сафронов с шайбой за воротами своего голкипера. Выкатывается, смотрит, где партнеры. Лещов. Вошел Альберт в зону и хорошая передача. Ошибка Пронин подбирает, наверное, подержит немножечко сейчас. Подержит, не будет пробрасывать. Вот бросок, наконец. И сам подбирает. Да, на него же. И сам подбирает. Молодец. Камаледдинов сыграл через Сафронова. Да, воскресенцы пытаются несколько... В таком академическом стиле провести реализацию честного большинства. Но этого маловато для того, чтобы выиграть у армейцев. Армейцы быстры сегодня. Каменский по центру Титов ему помогает. И 72-й номер Вячеслав Козлов. Супер опытная, звездная тройка воскресенского химика. Ну, по привычке я называю воскресенским. Хотя, в общем-то, командой базируется там. Но вот в последнее время... Ну, многое у нас изменилось. Да, представляет подмосковный хоккей. Поэтому, да, иногда все это накладывается одно на другое. От памяти никуда не денешься, конечно. Много фамилий, много личностей. Козлов здорово выиграл в шайбу и сделал хорошую передачу на Титова. Титов через борт играет. Каменский там ведет борьбу за шайбу. Вновь Титов. 15 секунд еще честного большинства. Козлов через защитников не играют нападающие. И в результате вот Козлов потерял шайбу. Нужно было возвращаться. И вовремя это сделал Андрей Заболотнев. Каменский. Титов. Оставляет подбросок на голову. На месте Трвай. Трвай вручает, да. Сейчас. Сыграл хорошо. Но по-прежнему воскресенцы держат шайбу в зоне ЦСКА. Подбирают ее, борются. Армейцам трудно. Трудно начать атаку. Никак не получают хорошее прохождение средней зоны. Уже в полном составе играют кокеисты ЦСКА. Жердев налево на Фролова. Наконец, через сбрасывание вошли армейцы в зону. Передача. Жердев очень хорошо бросал. Но Егоров рукой очень красиво так отводит шайбу в борт. Мариничев нервничает. Но он понимает, что сейчас армейцы немного, так скажем, активизировались. Пытаются перехватить инициативу и пытаются внушить своим игрокам, что 1-0 это далеко не победа. Хорошо сейчас переводил шайбу Алексей Шкотов на противоположный фланг. Но не успел к этой шайбе Сергей Брылин. Плюс ко всему она еще и зацепила кого-то армей. Из армейцев. Князев. Отбросил шайбу и сам рукой сейчас ее выброс... Нет, не вышла шайба. Белов, Фролов. Бросок мимо подбирают. Армейцы опять... Опять неточный пас. И воскресенцы выводят шайбу. Начинают атаку. Брылин пробрасывает, делает смену. Да, вот заканчивается десятая минута первого периода. Можно сказать, что средний темп вполне устраивает гостей. Передача была на Мазякина. Да, извлечь выгоду пока никакую не могут при таком темпе. Но судья фиксирует задержку. И удаляется Метлюк, по-моему, 21 номер. Денис Метлюк, нападающий подмосковного химика, опытный хоккеист. Тридцать три года ему. А мы с вами видим... Да нет, наверное, вы знаете... Наверное, все-таки Алексей Шкотов. По-моему, не успевал Сергей Брылин. Все-таки от клюшки 17 номера шайба влетела в ворота. Был он из-под руки, трвая, буквально выбил шайбу. Она перелетела через перчатку вратаря и влетела в сетку. Ну, если все-таки Шкотов автор этого гола, то это значит, что... Да, ассистенты Брылины Потайчук. Вот такая надпись появилась на табло. Так вот, это означает, что Шкотов второй матч подряд забивает. Он и в матче против Молота при Камье отметился заброшенной шайбой. А сегодня я не вижу в составе армейцев Дениса Кулеша. Да, действительно. Вот этот нападающий защитник такой. Заметная фигура, заметная очень фигура в составе команды. И во многом определяет результат нередко. Ну, может быть, Вячеслав Быков посчитал, что его излишне активные действия впереди приводят к тому, что возникают дыры в обороне. Не очень убедительно действовал этот дуэт, я имею в виду, Куляш и Хейда. Да, вы знаете, Григорий, конечно, после такого матча, после такого обескороживающего результата в предыдущей игре, я думаю, что Быков здесь какие-то мог принять решения на эмоциональном таком фоне. Хотя Куляш, в любом случае владеющий мощнейшим броском, мог бы помочь в сегодняшнем матче. Ну, может быть, там и какое-то повреждение у Куляша, не знаю. Ох, как здорово сейчас через Баландина действовал Николишин. Да, вот это звено Сопрыкин. Николишин, Кваша. В большинстве очень хорош Сопрыкин здесь. Когда он находится справа от ворот, очень много забивает отсюда, с правой стороны. Все, Кимик уже в полном составе. Вернулся на площадку Денис Метлюк. Не смогли извлечь никакой выгоды армейцы из этого двухминутного преимущества численного. Но игра как-то выравнивается. Вот выход. Фролов! Вот он редкий случай, Фролов не смог бросить. Но там Кирилл Сафронов очень хорошо поставил корпус. Блокировал Фролова. Чуть-чуть Фролов не вылез из-под него. Кстати, Фролов последний матч проводит незаметно. В отличие от игр до Нового года, когда он в существу был лидером команды, лучшим бомбардером. И многократно выручал свой коллектив. Все те, кто могут сделать результат, все сегодня на поле. Пируш, Шамолин, Лещов вышли у подмосковных хоккеистов. И Лещов сейчас вираж такой заложил за ворота. В его стиле такой вираж. Он держит шайбу, контролирует и из этого положения может и отдать, и забить. Очень опасен в зоне. Ален и Заболотнев защитники. И навестников Хамицкий вышли на атакующие действия у армейцев. Соин, Пронин и Буцаев. Вот Шамолин входит в центр. В падении бросает, но это не самый сильный бросок. Буцаев. Много борьбы, не рискует команда. Просто даже такой опытный игрок, как Буцаев, выбрасывает шайбу просто из зоны. Да, матч дорогого стоит сегодня. Если мы с вами посмотрим на турнирную таблицу, вы знаете, вот при первом взгляде, кажется, что все-таки 9 очков это очень солидный отрыв, очень большое преимущество. А ведь сегодня у нас получается матч, как это принято говорить, за 6 очков. Да, но это так вот принято среди спортсменов в таких турнирах. Потому что если сегодня армейцы выигрывают, то сразу отставание... Разрыв как бы увеличивается номинально на 3 очка, но фактически соперник теряет тоже 3 очки. И здесь ситуация усугубляется для проигравших. И все это, конечно, из области теории. Паршина подтолкнули в спину, но не настолько, чтобы раздался свисток арбитра. Мазякин. Титов отбирает у него шайбу. Козлов. Вот Козлов Каменскому. Поражающий, конечно. Скоро 40 лет. 40 лет будет Валерию Каменскому. Огромное желание. И не просто желание. Мачерство, которое проявляется в каждой игре. Вообще удивительная вещь. Но вот я когда отмечал, то ли в воскресенском воздух такой, то ли какой-то особый климат. Но почему-то воскресенские хоккеисты в нашем хоккее запомнились как раз вот таким, такой продолжительной жизнью. Как долгожители, да. Как долгожители. Игорь Лорионов, пожалуйста, до 40 лет. Значит, какой до 40? До 44 практически. Валерий Каменский. Ну вот скоро 40. Герман Китов. Скоро 40. Борис Веригин закончил в 42 с небольшими перерывами возвращался в хоккей. Николай Давыдкин закончил тоже, по-моему, где-то под 40. Ну, я тоже, по-моему, в 37-38 просто старался. Дмитрий Квартальнов опять-таки. Так что... Ну, это что-то, да. Какой-то фактор здесь имеет... Имеет место. Ну, я думаю, что, конечно, тренер. Все зависит от тренера. Если говорить серьезно. Лев Бердичевский. Если продолжать этот... Мощный бросок, Игорь подводит шайбу. Ну, вот, Альмейтс опять... Опять имеют преимущество отчисленное. И пока ничего не получается. Ничего. Сапрыкин. Сапрыкин сменил план. Теперь он с левой стороны. Но Николишин здесь у ворот Кваша надрасывает. Не дал Сафронов Николишину опустить клюшку на лед. Кейда. Кваша. Надо оставить шайбу по борту. Нет, уже поздно. Там сразу вдвоем атаковали подмосковные хоккеисты Олега. Не получается вернуться. Никак, никак. А Лещов очень уверенно сыграл. Увидел, что слева его перекрывают. И запустил в обратном направлении по борту шайбу. Опытный и очень состав. Вы посмотрите, опытный состав Лещов. И здесь Хитов. А есть еще Андрей Потайчук. Да, который могут обороняться. Обороняться вполне уверенно, спокойно. Жердев. Но употребляет все-таки Николай Жердев вот этими бросками с острого угла. Как вам сказать? Ну, возможно, да. Возможно, да. Но если бы шайба прошла, наверное, бы все его похвалили. Поэтому здесь какая-то должна быть золотая середина. Вот мы смотрим. Повтор, конечно, шансов забить немного. Но, тем не менее, бросок с 5-6 метров вполне мог достичь цели. Ерофеев. Пролов. Вновь Ерофеев. Ну! Жердев оказался там, где нужно. 1-1. Да, наконец-то армейцы провели, пожалуй, единственную результативную такую голевую атаку. Удачный отскоп. Очень удачный. Отскоп Егоров сделал движение. Упал, шайба отскочила от борта. Площадь ворот и стоявший здесь Жердев. Вот мы смотрим. У Ерофеева получился сильный бросок. Я думаю, что это ошибка, конечно, из крещенских защитников. Смотрите, Жердев совершенно без опыта. Еще раз повтор. Да, ну здесь, конечно, сложнее было, по-моему, не попасть, чем попасть. Ну, Быков доволен. Быков доволен. Ну, тем не менее, вот видите же, опять Жердев. Можно, конечно, его немножко и покритиковать. Чуть-чуть. Есть за что. Но результативность на лицо. Ну что, все начинается с нуля, как говорится. Шестнадцатая минута встречи была, как раз завершалась шестнадцатая минута, когда Николаю Жердеву удалось это добивание. Мазякин. Хорошо там против него сыграл Князев. Да, Мазякин проводит тяжелый сезон. Не все получается. Конечно, он блистал в прошлом году до травмы. Но вот сейчас трудный, хороший пас Мазякина. Сойн не поймал шайбу. А там Камалединов, по-моему, чуть-чуть изменил. Задел, да, наверное, помешал принять Сойну шайбу. Николай Пронин активно включился в борьбу и выиграл шайбу Ушамолина. Камалединов, нет, не удается выбросить наместников. Шайбу перехватил, а вот теперь Хаминскому придется начинать атаку своей команды из средней зоны на Сойна. Да, армейцы прибавили после забитой шайбы, прибавили ее движение. Очень активны. Идут в зону. Пронин. Много держат, но не хватает бросков, мощных бросков. А здесь Шамолин. Вот Шамолин остается против Хаминского. Держит, держит, смотрите, сколько. Вот, наконец, за воротами. Сейчас нужен выступ, выступ своего игрока ждет, ждет. Шамолин бросает, наконец. Вот Трвай здесь в ногах своего защитника, наместника забирает шайбу. Иржи, Трвай. Да. Через раз они играют. Через раз играют, да, не все у них получается с мячом в этом сезоне. Большая проблема для ЦСКА вратарей. Ну, сейчас вот, сегодня остановились на Трвайе тренера. Кейда. Хорошая передача на Квашу. Едва, едва. Наверное, можно было ему и повнимательнее ловить эту шайбу. Вполне мог быть выход один на один с вратарем. Каменский. Внимателен Валерий. Кваша. Николишин. Вот, наверное, последняя смена первого периода. Полторы минуты до перерыва. Осторожничают команды, аккуратно меняются. Шкотов. Выбросили армейцы шайбу из зоны. И вот сейчас, через пять секунд, пойдет последняя минута первого периода. Рейш отбирает у него жерди в шайбу. Армейцы цепляются за зону воскресенцев. И судья фиксирует нарушение. И здесь, очевидно, в борьбе с Фроловым. Шкотов, по-моему, нарушил правила. Этот толчок на борт был. Сейчас посмотрим. Да, но Фролов очень корректный игрок. И здесь. Да нет, скамеечки закрыты обе, поэтому... Да? Да. Интересно, судья фиксировал нарушение. Ну, видимо, передумал в последний момент. Или мы с вами не очень точно... Или мы его не поняли. Мы его не поняли, не очень верно расценили его жест. Ерофеев. Оставил шайбу Жерневу. Фролов. Вот одна из последних атак. Фролов входит. Держит. Сейчас будет смотреть, с кем сыграть, с кем он может сыграть. Просто так шайбу не отдаст. Наконец-то дает. Упер. Неудачно принял упер. Шкотов. Оставил шайбу Брылеву. Нет. Вот только сейчас Брылеву. Да, Шкотов мог сейчас... Подключался. Мог и забить сейчас и свою вторую шайбу. Вопрос. Не угадали мы с вами с последней сменой. Вот, видимо, сейчас будет все-таки последняя. Бойченко, Метлюк, Ленинский появляются. Сафронов и Камалебинов у гостей и... И у армейцев появляется звено Никитенко. Никитенко, Паршин. Вот. Шесть секунд до конца остается еще одно бракование. Никитенко, Паршин, Мазякин. И очередная смена. Да, тут тренеры явно нервничают. Конечно, что-либо сделать за эти секунды вряд ли возможно. Вот эти вот смены говорят о том, что напряжение на скамейке запасных велико. Ну, может быть, в расчете на то, что Андрей Николишин должен выиграть в брасывании, а он проиграл. Ну вот, период закончен. Все. ...нападающих. Пока идет борьба. Такая прессингующая борьба по всей площадке. Ну и, наверное, как принято в таких ситуациях говорить, с расчетом на ошибку соперника. Да, скорее всего так, потому что игроки опытные, и они знают, что рано или поздно соперник ошибется. Хоккей такая игра, что шансы представятся непременно. Еще, конечно, очень важно этот шанс использовать. Это уже второй вопрос. Это вопрос мастерства. Да, но дождаться его не менее важно. Менее дождаться этого шанса тоже очень важно. Набраться терпения и ждать, ждать, выискивать вот эту... Пролоп. ...голевую ситуацию. Вот. Все, Вен. Армейцам нужен темп, конечно. Высокий темп, хорошее катание тремя-четырьмя игроками, чтобы получить преимущество. Вряд ли воскресенцы его выдержат, но... Удаление против Шкотова. Вот мы видим, да, пошел в обводку. Пошел в обводку Шкотов. Получилось почти все, нас сзади достали. Ерофеев, Ерофеев. С нарушением правил, конечно. Вообще, Шкотов сегодня заметен. Как по-моему, сегодня с самого начала, с первого своего броска голевого. Заметен. Мощный бросок, который ловит. Очень хорошо. Это стрелял по воротам Андрей Заболотнев. Он сейчас вместе с Алином, с Брайаном Алином на синей линии. Да, сейчас показали Быкова, нелегко ему сейчас, да и вообще весь сезон находиться под прессом такого постоянной борьбы за восьмерку. Трудно ему, трудно. Метлюк на Бойченко сыграл. Это Козлов. Вот Козлов выискивает, выискивает. Кому, кому, кому. Набрасывает туда, на площадь ворот пытается продать. Вот опять Козлов вышел сейчас в сочетании Метлюком и Бойченко. Вот, видимо, Мариничев посчитал, что именно в таком варианте можно будет реализовать численное превосходство. А армейцы отбиваются пока удачно. Сейчас Мазякин. Да, сделал пробросы. Быстро все меняются. Лещев на синей линии ждет. Ждет длинного паса. Козлов не поехал на смену. Да, Козлов не меняется. Не меняется, продолжает игру в большинстве. Вот он сейчас за воротами. Пирож. А там Вишневский на пятачке, кстати. Да, если сейчас исключенцы туда доставят шайбу, то они там имеют преимущество. У них там три иногда игрока собирается. Ай-яй-яй, у Пирожа сорвалась передача. Попытался сделать пас хороший. Не получилось. Козлов берет в свои руки все. Передача бросает. Болл! Виталий Вишневский! Но арбитр. Арбитр фиксирует нарушение правил. Так, Вишневский и Пронин. Тут что-то не поделили. Видимо, может быть, свисток прозвучал чуть раньше. Ну, возможно, в ситуации, да, вы правы, Григорий, что был свисток. И почти одновременно с этим бросок Вишневского Пронина это возмутило. Ну, вот сейчас оба и отправляются отдыхать. Ну, в целом, справедливо. Конечно, реагировать так. Да, Андерсон показал, что было нарушение правил. Тут затеяли небольшую такую свару игроки. Сейчас посмотрим, что тут, какое решение будет принято Андерсеном. Но с учетом того, что трое армейских хоккеистов на скамейке и двое воскресенцев, значит, да, он два нарушения правил зафиксировал. Ну, очевидно, было нарушение правил перед броском и после броска. Вот сейчас посмотрим, как разберутся здесь переводчики. В нашем хоккее появилась новая профессия. Переводчик, судьи. Ну, я думаю, что Герман Китов, который великолепно владеет английским, со шведом как-нибудь уж... Разберется? Разберется, да. Тем более, что и Андрей Николишин там же. Ну, что принимает какое решение, судья? Несмотря на то, что представительство обеих команд на скамье штрафников увеличилось, количество игроков на площадке не уменьшилось. Пятеро воскресенцев, четверо армейцев. Шайба не засчитана. Остался без клюшки Николишин. Каменский довел шайбу до Козлова. Камалединов, Сафронов, Козлов. Вновь Сафронов. Ох, как подставлял клюшку. Меняло направление шайба. Ну, а там Герман Китов. Ну, вот Ерофеев на поле. Равный составов команды. Пас Каменского не точно. Да, за обоюдную грубость удалены обе пары оставшихся на скамейке хоккеистов. Да, у Козлова буквально сняли шайбу с крюка. Сопрыкин. Ну, нарушение правил. Вот сейчас Химик останется в меньшинстве. Сопрыкин набрал ход, обокрал Козлова. И тому ничего не оставалось. Осталось делать, да. Ну, вот видите, Григорий, как только ЦСКА начинает прибавлять скорость, гости вынуждены нарушать правила. Смотрите. Уходил явно Сопрыкин. Сзади его цепляют. Нарушение правил. Если армейцы правильно нащупали вот это. Правильно нащупали вот это вот свое преимущество. Или болевую точку химика. Да, да, болевую точку химика. Возможно, что они сейчас и постараются перевести в более благоприятное течение до матча. Счет свою позже. Пролог, Семин. Заболотнев не смог остановить Семина. Но зато очень удачно другой защитник химика выбросил шайбу из зоны. Семин по диагонали переправил шайбу в зону Воскресенцев. И уже Ерофееву надо возвращаться к своим воротам. Да, отсекает сейчас Жернева от шайбы. Опять им подбирает. Два тринадцатых номера сейчас сошлись. И многомудрый Титов понял, в какую сторону будет финтить Жернев. Остался на месте и не дал возможности армейцу улучшить позицию для атаки. Мазякин. На Никитенко. Вот там Лещев. Вновь Мазякин. Да, за воротами отбрасывает защитнику. Ерофеев. Опять розыгрыш. Вышла шайба за пределы площадки. И уже вернулись оштрафованные. Да, игра такая имеет характер такого кубкового матча. Знаете, такой есть термин в спорте. Кубковый матч. Он внешне, может быть, не очень впечатляет. Но полон напряжения. И от него зависит очень многое. Победитель получает все. И вот сейчас, мне кажется, характер игры имеет такой кубковый характер. Наверное, так оно и есть. С учетом того, что от исхода этого матча очень многое зависит в плане попадания в восьмерку. А там уже действительно кубок. Николишин. Баландин. Сопрыкин. Контролирует армейцу шайбу. Кейда. В очередной раз ломается клюшка. Вот Каменск легко входит, отдает. Бросок. Козлов. Какой бросок хороший. Вновь Козлов с шайбой. Вот Брылин. Случает шайбу. Пробрасывает. Шайба находит с партнера. Бросок. Очень опасная ситуация. Там буквально валят вратаря. Левинский. 22-й номер подмосковной команды. Делал передачу на Брылина. В общем, опасная воскресенька. Казалось бы, совсем не опасная какая-то ситуация. Возникает ситуация голевая. Вот, смотрите. Успел трвай. Успел трвай, да, накрыть. Да и судья. Слышно остановил матч. Бойченко проиграл шайбу Буцаеву на точке вбрасывания. Но там Метлюх навязал активные действия на Месникову. И тем не менее армейцы, нет, не вышли из зоны. Хороший бросок. Какой поворотом сейчас наносил Брайан Аллен. Да, мощнейший бросок сейчас. И удаление против Никитенко, по-моему. А против Месникова, прошу прощения. Игра приобретает характер. Метлюхо более и более напряженный. Удаление одним за одним. Борьба. Броски очень мощные. Смотрите, ситуация была. Вот, мощный бросок. С трудом срывает, подставляет руку, останавливает шайбу. Опытка добить. Вот за это нарушение. Да, ну это из арсенала вольной борьбы, наверное. Ну, по крайней мере, туширование было проведено. Да, классическое. Захватом руки классическое. Но это говорит о том, что напряжение матча нарастает, нарастает с каждой сменой. Жордеф. Пас рукой зафиксировал Томас Андерсон. Да, Судья сегодня заметен. Работы у него хватает. Ну, так вот явно каких-то непонятных действий с его стороны мы не наблюдаем. Все, в общем, ясно, четко и определенно. Жордеф. Ерофеев. Сам вошел в зону защитник. И бросил поворотом. Пролов. Армить опасно, где Пролов, когда в большинстве это опасно. Очень широко расположилась четверка Воскресенцев. И тем самым не дала возможность защитникам активно подключиться к завершению атаки. И в данной ситуации мы видели с вами, что Ерофеев не рискнул бросать поворотом. А сейчас армеец отправится отдыхать. Это Хамицкий. Да, Хамицкий просто остановил захват. Лещев там рвался от воротом. Судья показывает задержку. Вот тут был захват, смотрите. Вот захват. Ну, здесь не было суширования. Здесь был перевод в портер. Перевод в портер, да. И такой, приятно, судью. Многовато нарушений. Это чревато для армейцев. Нельзя такие вещи делать. Вот едва не попадает по шайбе Дмитрюк. Казов, извиняюсь. Никитенко. Вишневский. Не получилось у него выбросить шайбу. Но вот здорово выкарабкался Вишневский из этой ситуации. Выползла шайба из зоны. Нет, сейчас Андерсон был непреклонен. Падение. Падение было красивое, но показал Андерсон, что на подобного рода трюки я не покупаюсь. Я не верю. Базякин упал красиво, но не настолько, чтобы убедить арбитра в нарушении правил. Да, половина матча, времени матча заканчивается. Армейцы, пожалуй, получше проводят второй период. Имеет некоторые преимущества, но уж слишком много удалений. Игра постоянно в разных составах. Она, конечно, ломает игру и нивелирует добытые преимущества. Воскресенцы уже в пятером на льду. И еще 50 с небольшим секунд они будут иметь преимущество численное. Вот теперь со свистком уже 49. Семин, защитник ЦСКА, 63-й номер. Николай Семин. Опытный киевист уже 31 год. Да, он не поиграл, поиграл. Есть длительное время, и в Уфе он. В команде Салават Юлаев был в основном составе. Опытный. Опытный мастер. 20 февраля ему 31 год исполняется. Даже не 31, а 32 исполняется. Летит время. Казалось бы, недавно все это было. Только-только на финал, да? Да, он в составе, я помню, хорошо. На протяжении нескольких сезонов, по-моему, покойный Евгений Александрович Майоров все время называл юный Шаламай. Юный Шаламай, юный Шаламай, а юному Шаламаю уже... Я просто посмотрел на Шамолина, который приблизительно в то же время начинал играть в хоккей, а уже этим мастерам далеко за 30. Шаламай, правда, не имеет отношения сейчас ни к «Химику», ни к «ЦСК». Ну, вот один из тех, кто вместе с ним... Вот какой пас Хейды с разворота. Хамитский. Хамитский вышел и мог породить цель, но Егоров сыграл очень хорошо. Обратите внимание, если будет повтор, какой пас Хейды здесь с разворота. Ну, момент паса мы не увидели, только заключительную пазу атаки. А Хамитский очень здорово выскочил со скамейки оштрафованных. Пролов! И вновь Егоров останавливает встречу. Да, как-то забылось, что Алексей Егоров был игроком сборной команды страны. И вот здесь, на этом стадионе, в рамках турнира, тогда «Известия» стал победителем. Жердев, передача на Фролова. Упер действовал, двигался параллельным курсом, но под прикрытием находился защитников, поэтому передача на него не могла последовать. Князев через Брылина играл и вывели Воскресенцы шайбу из своей зоны. Семин. Подождал партнера. Все-таки вот это звено может, может что-то организовать. Здесь Упер. Ерофеев, хороший бросок. Несмотря на то, что Шкотов бросался под шайбу, тем не менее, но там никого не было на добивании из армейцев. Да, Воскресенцы не рискуют, а хозяева Коля пока ничего не могут сделать с их обороной. Передача Бойченко на партнера была не точна, и уже хоккеисты ЦСКА начинают свою атаку. Ерофеев на разогнавшегося Паршина пошел в зону. Мог проскочить, я думаю, что если с правой стороны пошел он, была возможность проскочить. А он решил заболоть него слева объехать. Но очень надо было хорошие тормоза включить в этот момент, чтобы изменить курс. Вот, смотрите, повтор. Вот, вошел, но и чуть-чуть не хватило. Никитенко проиграл вбрасывание Камилу Пирошу. Трубак. Камилу Пирошу. Ален. До Лещева не дошла передача Дмитрия Шамолина. Ищет команду упорно, ищет свой шанс в атаке. Вот, Трубак пошел вперед, а никто из партнеров его не подстраховал, и хорошо там оказался Сергей Мазякин на пятачке. Потому что и Антон Белов не успевал подстраховать. Лещев. Китов. Вновь Лещев. Не совсем удачно здесь Дмитрий Шамолин стал меняться. Поэтому передача до него не дошла. Каменские. Да, давно не вижу я на поле Пронина и Сойна. Ну, Пронина, наверное, в воспитательных целях сейчас... Что-то произошло, наверное. ...быков, наверное, посадил после этой стычки с Вишневским. Думаете, что Пронин сейчас пригодился бы с его характером в такой игре? Ну, может, успокоиться надо? Кваша на длинном шаге рвется к шайбе и обыгрывает Сафронова. Баландин. Камалитинов с шайбой. Ждет Рустем кого бы то ни было из партнеров. Дождался своего капитана. Китов забросил шайбу в зону. Быстрее, нежели Каменский. У шайбы оказался Иржитрвай. И вот уже атака хозяев. Кваша. Да, очень много борьбы. Очень мало каких-то вразумительных атакующих действий, комбинаций, да. Вот и Соин появился. Вот появился Соин, наконец. Ошибка за ошибкой. Сопрыкин. Буцаев. Перед ним Князев и голкипер. С неудобной руки Буцаев бросал. Была возможность у Буцаева сделать точный хороший бросок. Не получилось. А опасность возникла опять-таки из-за того, что ошиблись защитники Химика. Не успели закрыть зону. Пошел вперед игрок Воскресенцев. И опять-таки никто его не подстраховал. Ну вот, Пронин. Появился тоже на поле. Много силовых единоборств. Да, заканчивается. Вернее, подходит к концу второй период. По существу за 40, без малого минут игрового времени, явно голевых ситуаций, после скоростных атак, коллективных действий, приводящих к голевым ситуациям, практически не было. Идет в ожидания и ошибки соперников. Купер. Ерофеев успеет к шайбе. Нет, не успевает. Бойченко. Буквально минуты, несколько силовых приемов применили игроки и той, и другой команды. Выразительный в этом плане отрезок получился. Борьба идет на каждом метре площадки. Армейцы с шайбой. Пролов. Камалединов не дал ему так просто вывести шайбу из зоны. Жердев направо на Ерофеева. Здорово играет Егоров дважды подряд. Да, два мощных броска слева направо. Отражает Алексей Егоров. Жердев. Жердев может что-нибудь придумать. Правда, ему не хватает немножко сейчас скорости здесь. Вот в конце концов шайбе. Оу! 2-1. Армейцы выходят вперед. Сейчас мы посмотрим, кто же там забросил эту шайбу. Держал, держал ее Николай Жердев. В конечном итоге шайба дошла до Буцаева. И, по-моему, Фролов, да? Да, вот будет интересно посмотреть бы с самого начала, что происходило. Шайба была у Жердева. Потом передача. Потом Фролов выезжает. Буцаев сделал передачу на Фролова. Вот Буцаев. Шайба. Передача. Фролов выезжает. И за спиной Егорова отправляет шайбу в ворота. Камалединов не успел на это смещение. Оказался за его спиной армейский нападающий. Ну вот и Вячеслав Быков показывает, что он тоже умеет. Очень активно реагирует на заброшенные шайбы. Наша берет. Показал Быков. Но, тем не менее, 18-я минута всего лишь второго периода. Химик не тот коллектив, который так просто сдается. Это армейцы должны понимать. Баландин. Козлов. Баландин его там прессингует. Сопрыкин. Николишин. Опять хороший бросок Николишина из-под защитника. Егоров останавливает шайбу. Пас на Каменского. Но там Белов очень четко сыграл. От всех Каменского от шайбы. Проброс. Проброс. Нет. Судья не останавливает игру. Заболотник пробрасывает дальше в угол. Шайбу покидает. Предела Коля. Сместили, по-моему, сейчас ворота. Привели в порядок. Николай Жердев был только что. Все-таки Жердев поучаствовал во второй шайке. Да. Но начал, конечно, он эту атаку. Вот в первой фазе ее казалось, что потеряет, не найдет продолжение. Однако все-таки... Витиевато. Витиевато. Такие волосковые кружева были. Кружева были, да. И кончилось это все второй забитой шайбой. Минута четыре секунды остаются до конца второго периода. Не так много шайб мы с вами видели. Но вот по этой игре можно, наверное, сказать, что их и не должно быть много. Вряд ли их будет много. Да, вязкая, вязкая игра такая. Вот какой юный подлонник ЦСКА, судя по красно-синий, в куртке попал в кадр. Коварный бросок был Андрея Заболотнева. Да, Жердев действует в таком академическом сегодня стиле. Не похоже на него обычно. Это скоростной, быстрый игрок, разрывающий оборону соперника. Но, тем не менее, эффективность очень высокая. Семин. Не увидел Семин, что впереди Владимира Александра Фролова находился Николай Жердев. И передача пошла в направлении 24 номера, а не 13. Бросок-разворот очень неожиданный. Прочувствовал ситуацию Егоров. Вовремя упал на лед и клюшкой отработал здорово. Вот Каменский пошел, но не успевает. Не успевает за проброшенной шайбой. 11 секунд до конца второго периода. Вот, наверное... Гость и выигрывает шайбу. Судя по всему, будут доводить игру в этот период до логического завершения, до сирены. 2-1. Армейцы впереди после второго периода. В сопровождении стражей порядка двигались ко дворцу спорта. Все одетые в майки Воскресенского, в свитера Воскресенского химика подмосковного клуба. Началась, началась, помогут ли болельщики все-таки в своей команде. Пока, вот Кваша, выходит неудобный руки, бросок. Опять Егоров играет хорошо. Каменский. Мешнейший бросок Каменского. Сопрыкин. Смотрите, всего несколько, 30 секунд, 5 или 6 бросков уже. Еще. Ах, 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 тут. Не ожидал Кваша, очевидно. Каменский, Каменский сыграл здорово. Придержал он клюшку Кваши. Вишневский. Начало активное, команда активно началась в третий период. Вот быстрая смена. Брылин. Козлов. Плещок. Ну и вот мощный бросок в шайбу проходит выше ворот. Жердев. Жердев не стал бросать по воротам. В расчете на то, что там его партнер Фролов завладеет шайбой. Вот Шкотов за воротами. Столкнулся с трваем. И едва его, по-моему, Козлов бросал уже в пустые ворота. Шайба не дошла. До защитников дошла. Дошла только, да, до защитников. Фролов пошел один на троих игроков Химика в расчете на то, что справа должен защитник ему помочь. Потому что сразу троих он как бы блокировал. Но Ерофеев решил остаться за пределами зоны атаки. Ерофеев. Семин. Семин протолкнул шайбу туда вглубь. Да, Денис Метлюк с шайбой поспешил. Поспешил Левинский. На серии дальних бросков. Денис Метлюк. 21 номер. Пирож на точке вбрасывания. Андрей Потайчук там вел борьбу за шайбу. Еще один ветеран Андрей Потайчук начинал. Да, незаметно, незаметно время. Мы говорили, что время летит. Вот Потайчук сейчас бросал поворотом. Буквально с трех метров бросал. И хорошо сыграл Трвайт. Первый шавки. В борту держит, отбирает. Коменсионная игра. Шамолин. Ален. Мощный бросок защитника. Ну, Ален несколько раз демонстрировал нам сильные броски по ходу предыдущих 40 минут. Ален. А потерял он сейчас шайбу. Соин выиграл у него борьбу. Каменский. Каменский пытается выскочить. Выскочит в среднюю зону. Набирает. Не дает Соин цеплее. И все. И будет сейчас нарушение правил. Нарушение. Точнее уже было. Сейчас будет свисток за задержку. Да, Соин придерживал Каменского. Каменский пытался набрать скорость, пройти среднюю зону. Но Соин преследовал и с нарушением правил. Игорь Князев в защите. Помешал ему только что в кадре. Вот Каменский. И сзади Соин. Но вот Клюшка все-таки для того, чтобы забивать шайбу, наверное. Да, а не задерживать игрока. Я знаете, на что хотел обратить внимание. Вот сейчас Валерий Каменский демонстрировал, что такое один из элементов профессионализма. Вот тяжело ему сейчас было в противоборстве с Соиным двигаться вперед. Но вот если бы на месте Каменского был бы кто-то из наших молодых хоккеистов, не в укор, скажем так. Наверняка бы упал. Каменский продолжал движение в расчете на то, что все-таки он вырвется из этих пуд. Но остановил. Я даже больше скажу. Каменский пытался все-таки пройти. Он, когда Соин его цеплял, одну руку он тоже ее освобождал. Перекладывал Клюшку в другую руку. Соин другую руку начинал цеплять. Каменский пытался выйти из этой ситуации. Но ему все-таки не удалось. Судья остановил игру. Это мастерство, безусловно. А реакция молодого игрока бывает совершенно простая иногда вот на такие вещи. Зацепили, значит надо падать. Николишин проверил бдительность Егорова. Окей, да? Вновь Николишин. Убивает время армейцы. Правильно, грамотно. Уже 40 секунд остается до выхода пятого игрока. Козлов на Брылина. Через Шкотова шайба пришла к Вишневскому. Ну, наконец встали. Козлов. Обратная передача. Гол! Точный бросок Вячеслава Козлова. И равенство восстановлено в матче. Вот о чем я хотел в то время сказать. Применимыми усилий, максимум результатом. Вот чем хороши эти игроки. В частности Козлов сейчас продемонстрировано. Простой совершенно розыгрыш. Но бросок изумительный по силе и точности. Особенно только остается посыпать голову пеплом, что называется. Да. Потому что в ситуации, когда совершенно ничего не угрожало воротам его команды, он был удален. Недостаток мастерства, вот то, что называется. Да, нехватка. Неумение правильно распорядиться своим мастерством. Левинский. Бойченко. Опять вылезает, опять. Смотрите. Смотрите, бросок, добивание. Казалось бы, все очень просто, ничего особенного. Но эффективность высокая. Недостаток мастерства. Смена составов. Потайчук, Пирош, Шамолин. Появляется Ален и Заболотнев. Такая пятерка у гостей. Извено Буцаева. С Прониным и Никитенко. С Сойным, прошу прощения. Ну, чем ответят армейцы. Они, конечно, не могут быть довольны ничьей. Ничья фактически равносильно поражению у них. Они должны все-таки попытаться выйти из этой ситуации. Выйти с честью. Им нужна победа в сегодняшней игре. Смена составов. Секунд 25 провели команды на льду. В этих составах. И уже Николишин, Кваша, Сопрыкин у ЦСКА. Защитники Кейда и Семин. Титов. Лещев. Держит шайбу Альберт. Здорово это делал. Трудно отобрать шайбу у Лещева, когда он хорошо двигается. Высокая техника. Вот посмотрите, какие из них химика. Контролируют шайбу. И какой момент возник опасный. Да, едва сейчас. Титов там был на добивании. Да, Каменский делал передачу. Едва Титов. Сопрыкин оставил шайбу Кваше. Но Кваше здесь ошибся. Наверное, можно было сделать все. Хорошо перед пустыми воротами находился. Сопрыкин. И задержка. Против Николишина. Да, Титов удаляется. Армейцы получают реальный шанс. Игра в большинстве. Им это нужно сейчас. Как воздух. Сам чувствовал свою вину Герман Титов. И даже не споря. Да, абсолютно. Не претендует. Не на что. Вот. Вот так. Вот так. Про формы ради раздевал руки в стороны. Дескать, не я. И тут же поехал. Ну, тем не менее. Можно понять, что нарушение было отчасти случайным. Но... Штурбак. Бросок. Не дают тому перу добить шайбу. Жердев. Да, бросок был хорош. Вот это звено опять. Пролов. Пролов. Пролов он здесь. Ерофеев. Хороший пас Ерофеева. Комбинация была на загляденье. Но там и Сафронов сыграл здорово. Вновь Ерофеев здесь. В непосредственной близости от ворот. Полторы минуты еще. И вновь Ерофеев подставлял клюшку. Пять. И Штурбак здесь держит. Армейцы очень долго держат шайбу. Почти минуту. Шайбу. Шайбу требуют поклонники ЦСКА. Но не мудрено, что потребует другого в такой ситуации. Чудеса творит Егоров на последнем рубеже обороны. Ерофеев. Фролов. Вновь Ерофеев. Бросок. И вновь Егоров на месте. Но наконец шайба вышла из зоны воскресенцев. Но армейцы опять приводят ее туда. Держат. Опять контролируют шайбу. Жердев. Жердев здесь. Через Штурбака. Перевод на Ерофеева. Бросок защитника. Еще бросок Купера. И удаление, по-моему, будет в составе Химика. За толчок. Судья держит руку. Сигнализируя о нарушении правил. Отложенный штраф. Армейцы меняют вратаря на полевой игрока и приводят шайбу в зону гостей. Кваша. Пролов. Шесть на четыре. Шесть на пять. Все. Свисток. Ну вот не надо сейчас выяснять отношения. Ален отправляется отдыхать. Кваша высказал ему недовольство. В связи с тем, что против него были нарушены вот в этой ситуации правила. Совершенно справедлив свисток арбитра. Посмотрите еще раз. Да, правила, конечно, были нарушены. Ален здесь постарался. Ну что ж. Придется отвечать за это. С товарищем по команде. Паша остался на поле. Перемудрил сейчас. Да, не очень удачно начинает. Против Лещева такие штучки не проходят. Посмотрите, как Лещев один расположился в средней зоне и сковал действие всей пятерки армейцев. Да, в какой-то такой точке, где все пересекается. Все достается Лещеву. Все достается Лещеву, да. Все остается людям. Как в старом кино. Вячеслав Аркадьевич. Думай, что же делать дальше. Всего 10 с небольшим минут до конца встречи. Мазякин. Переправил шайбу на Штрубака. Мазякин на Паршина. Хороший пас Паршина. Бросок. И Егоров молодцом. Хороший атака в ходу Паршина. Точный. Может быть, не самый сильный бросок Еросеева. И очень хорошо играет. Выправил Егоров. Еще раз посмотрите. Когда вратарь ловит шайбу в ловушку, вот в такой ситуации, конечно, в этом определенный шарм, наверное, какой-то присутствует. Да, какая-то магия. Магия существует, безусловно. Как это может быть? Задаются люди вопросы. Продолжают осаду Воскресенских ворот. Сменили звено. Здесь опять Еросеев опять бросок. Застревает она иногда у защитника. Полминуты остается Воскресенцам. В меньшинстве еще играть Штрубак. Крайне неудачно там сейчас действовали Штрубак и Паршин. И вновь они не поняли друг друга. А точнее, здорово Каменский сыграл. На Китова шайбу перевел он. Было понятно, что Герман не будет спешить. Жердев. Фролов. Пошел в зону, Александр. Жердев. Вывели шайбу буквально. Это Аллен как раз реабилитировал себя за нарушение. Вот этим удачным тычком по шайбе. Иначе там ситуация могла возникнуть крайне неприятная для ворот Воскресенцев. Баландин. Баландин никак не найдет партнера. Наконец-то Жердев. Не самое лучшее продолжение атаки, как оказалось, без, скажем так, развития в темпе. Упер. Вот Упер. Вот в уге входит туда в угол. Сохраняет. Вишневский пытался припечатать его к борту. Собственно удалось, но шайбу-то воскресенцы не выиграли от этого. Хейда. Патайчук, Пирож, Шамолин вышли уже на площадку у подмосковных хоккеистов. У ЦСКА по-прежнему пролов с партнерами. Баландин и Хейда. Шамолин. Вот ошибка защитника. Пирож. Да, Пирож ушел за ворота. Патайчук. Сафронов. Конечно, опытные команды. Воскресенцев, вот я смотрю, уже который матч, игроки профессионального уровня, безусловно. Высокопрофессионального уровня. Да, они знают, чего они хотят и всеми средствами добиваются цели. И очень умелый расклад сил, что называется. Да, опыт. Опыт от него зависит очень многое. Когда есть опыт, это, конечно, очень незначимый фактор. Вот мы с вами видели ситуацию пару минут назад, когда Альберт Лещев действовал один в средней зоне. И действительно создавалось впечатление, что все шайбы идут, просто липнут к нему. Ну да, какая-то... А просто у человека такой выбор позиции. Да, безошибочный выбор позиции. Что особых каких-то и действий дополнительных не надо было прикладывать. Да, не нужно ничего делать. Все происходит как бы само собой. Хотя, на самом деле, это и есть мастерство. Титов. Лещев пришел ему на помощь. Каменский. И назад Каменский еще открывает. Вот смотрите, в 40 лет он в обороне едва ли не первый. Лещев встречает его Паршин. Отбрасывает шайбу Николишину. Белов. Ждет Белов, пока выйдет Никитенко с партнерами. Напряжен Балиничев сейчас. Последние минуты третьего периода. Важнейший матч для воскресенской команды. Заболотнев делал неплохую передачу на Шкотова. Нет, там не было нарушения правил. Неудачное было столкновение, но нарушения правил не было. Ну, очень жестко сыграл на местниках. Но, безусловно, все это было в пределах правил. Вот мы смотрим повтор. Ни выставленного локтя, ни клюшки поднятой. Плечо в плечо, что называется. Плечо в плечо, да. Автор первой шайбы в сегодняшнем матче. Алексей Шкотов, 17 номер. Ну, молодой хоккеист, 1984 года. 20 лет ему. Ну, ничего, ничего. Да, досталось. Ну, ничего. Хоккей без этого не бывает. В этом возрасте все это быстро проходит, да, заживает. Ничего. Жердев и Брылин на точке вбрасывания. А, нет, прошу прощения, мне показалось, что это 13 номер. Я подумал, что в таком сочетании сейчас вышли армейцы. А, нет, это Никитенко. Все правильно. Без изменений, длину осталось. Никитенко, Мазякин и Паршин. Хамитский и Наместников у армейцев в защите и у химика Брылин с партнерами. Брылин, Козлов и Потайчук. Вот такое сейчас сочетание Козлов, как переходящее знамя из одного звена в другое. Да, Козлов играет и там, и здесь, и в нападении, и в большинстве. Единственное, я его не видел в меньшинстве сегодня. И в воротах. Да, в воротах, около воротах был. Вишневские. Не дали мощно бросить по воротам Виталию Вишневскому. Кстати, Козлов Кореновец. Родился там, отец. Один из тренеров. Играл много лет за восьмичинскую команду. Мазякин чуть было не потерял шайбу. Но все-таки она дошла до Жердева. Не рискнул Ерофеев пойти навстречу шайбе. Да, армейцам остается немного времени, чтобы изменить ситуацию. Спасти матч. Пираж. Ну еще и хоккеисты Химика далеко не все сказали в этом матче. Пираж. Сейчас такое впечатление, что воскресенцы в большинстве играют. Да, они очень хорошо играют в зоне. Вот в углах один игрок держит. А два партнера очень активно действуют в зоне ворот. Шайба переводится туда. И моменты возникают. Вот, посмотрите. Около ворот игрок, который постоянно готов добить, изменить направление полета шайбы. В данном случае это был метлюк. Очень экономная, но эффективная манера такой позиционной атаки в зону. Заболотнев. И уже баландин с шайбой. Окей, да? Нет, Кваша разогнаться-то разогнался, но там очень внимателен был Андрей Заболотнев. Да, Кваша, пожалуй, за весь матч так и не получил возможности проявить свои незаурядные физические возможности. И сейчас упал на ровном месте. Ну, отрыли гораздо более меньшего роста, чем Кваша. Вечный двигатель, как его звали, командец из картофеля. Камецкий вмешался в борьбу, пришел на помощь Никитенко. Чуть было шайбу не выиграл. Там Ален ее выбросил из зоны. Опять Кваша, по-моему, он не уходит. Кваша, по-моему, он не уходит. Кваша, по-моему, что-то с коньками. Вишневский сделал передачу на партнера. Это Метлюк. Авантюрный бросок из-за синей линии Дениса Метлюка. Князев. Но бывает, что вратари тоже считают, что это авантюра некоторые. Вот в нашем чемпионате не так давно было. Целая серия таких забитых шайб. Последние две минуты третьего периода. Опасно очень бросал поворотом Павел Бойченко. Никитенко, Мазякин, Никитенко. Вновь Мазякин. Развернулся. Шайбу сохранил. Довел ее до упера. Передача на пятачок. И не видел Мазякин. Развернулся в другую сторону. В результате она досталась Лещеву. Лещев выводит. Сафронов. Где шайба? В углу. Вратарь выручает Труай. Острейшая, пожалуй, может быть, единственная атака в третьем периоде схода. Очень красивая. Но Труай проявил вполне свое мастерство. Защитник не смог проявить качество истинного нападающего в этой ситуации. Хотя предлагал себя Кирилл Сафронов с головой. Баландин. Куцаев. Позлов. Тайчук пасует. Козлов очень хорошо набрасывает. Шайбу на ворот. И пытается заставить Ватаря прижать ее к льду. Но Труай быстро распорядился. И армейцы вошли в зону гостей. Камаледдинов там ведет упорную борьбу за шайбу. Кейда. Николишин не смог остановить. Баландин. Не будет проброса. Шайба коснулась крюка. Клюшки Фролова. А вот заканчивается третий период. Не самую удачную мелодию, по-моему, выбрали сейчас. Выбрал звукорежиссер. Посмотрим, какой это будет. Сыграет ли это какую-то роль, да. Насчет геройской гибели. Клаша. Вошел в зону. Хаминский. Хаминский. Передача за воротами. Сапрыкин. Опять Хаминский. Клаша. Вот при игре 4 на 4. Сапрыкин. Какой хороший бросок сходу. Вряд ли Егоров сейчас смог бы достать шайбу рядом. Сейчас думаю вообще, мало бы нашлось на планете вратарей, кто бы смогли взять этот бросок. Но еще на неприятной такой высоте шайба летела. Опять Козлов. Брылин. Вместе с Брылиным он. Со всеми подряд. Опять Простов. Завронов и Камалединов. Жердев, Наместников. Фролов и... Сейчас будет смена составов, по-моему, нет. Держат тренеры, держат своих проверенных людей на поле. Ерофеев еще в составе ЦСКА. Сапронов. Да, отрывает. Останавливает шайбу. Вот Наместников пас. Выход из зоны. Брылин быстро меняется. Уступил место Пирошу. Не заметили сейчас, не увидел, точнее, Камалединов, что Пирош там в очень-очень хорошей позиции был на рубеже синей линии. Баландин. Хейда. Страшной силы бросок. Да, шайба уходит в угол. Баландин подбирает. Проброс за ворот. И Хейда идет туда. А там Каменский. Каменский ловит. Зашел Пирошу шайбой. Да, ловит ошибку, отдает Пирошу и отключается, пытается помочь ему. Отходит из кресенца. Отходит организованно здесь на рубеж страшной линии. Купер. Неудобные руки бросает. Едва, едва. Очень неприятный бросок для Егорова. С трудом он останавливает эту, казалось бы, небыстро летящую шайбу. Вот так она в районе плеча. Очень неудобная для вратаря. Вот смотрите, что делает. Показалось, что он смог, Дмитрий, поднять шайбу высоко. Он поднял ее высоко. До плеча было далековато. Ну, неприятные, очень неприятные шайбы для голкидера. Штурбак. Половина овертайма уже сыграна. Так, ошибка Каша. И попадает, попадает шайба в Андрея Заболотнева. Да, сейчас у Куаши была единственная, может быть, за весь матч возможность забить. Сможет объясниться, чем тут недоволен бывали. Трудно сказать. Вот Сергей Брылин с Козловым здесь решает, что же делать в оставшиеся две с небольшим минуты. Мишневский сыграл с партнером. Брылин. Пошел в зону Брылин. Гол! Так, судья, очевидно, будет просить видеоповтор. Видеоповтор, да. Шайб входит в ворота. Но каким образом это было, наверное... Мариничев убежден, что гол забит правильно. Вот Брылин набрасывает. Свой игрок. Вот жердев в шайбублике. Да, наезжающий жердев. Да, от конька армейца. Наезжающий жердев. Вот мы видим Брылин еще раз. Сашу! 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 Наезжающий жердев здесь. Ну, последнее слово будет для судьей, конечно, безусловно. Да, но мы с вами уже видели, что шайба была забита. Если будет засчитано, то это будет правильно, потому что вот ноги армейца. Она влетела в ворота. 2.53 на табло и пока 2.2. Напомним вам, что пока отметились заброшенными шайбами Шкотов, Фролов, Жер... Сейчас, одну секундочку. Затягивается немного пауза. Владимир Попов мы с вами видели на экране помощника. Да, так вот, напомню вам, Шкотов, Фролов, Козлов. Судья появляется на поле. Нет, не засчитывает. Ну, что здесь сказать? Судья всегда прав. Да, ногой, только ногой, все-таки, не знаю, я стою при своем мнении. Я согласен с вами, солидарен. Ну, последнее слово за судьей. Может быть, мы чего-то не углядели, может быть, вот на том мониторе, который там установлен. Лучше видно было арбитру Томасу Андерсону, ну, по крайней мере, в предвзятости шведского арбитра мы обвинить вряд ли сможем. Нет, конечно. Нет, естественно. Две минуты, чуть-чуть меньше двух минут до конца овертайма. Кваша и Титов на точке вбрасывания. Это Кирилл Сафронов. А здесь все те же. Каменский, Титов. Сафронов и Камаледдинов. У Химика. Хамитский, Штурбак. Кваша и Сапрыкин у ЦСКА. Каменский. Ходом посылает шайбу Валерий. Штурбак. Уходит от Китова. Да, уходит защитник его. Вернее, Титов его придерживал немного. Шайба ушла и Егоров накрыл шайбу вбрасывание. Вот, смотрите, Титов придерживает. Смена составов. Штурбак. А нефтехимик забросил еще одну шайбу в ворота Магнитогорского Металлурга в третьем периоде. Все пока по заданному сценарию. По шайбе. По плану, по плану. Да, по шайбе в периоде. Но Кирилл Сафронов не было возможности. Кирилл Сафронов мог поставить точку. Мог оформить дубль в этом матче. Именно его шайба стала ответной на бросок Шкотова. Да, не очень удачный бросок. Егоров падал и пространство над воротарем было открыто. Но Шкотов не судил. Выиграл Джердин в вбрасывании у Брылина. Борьба, борьба, борьба. Вот, скажите, перехватывают и начинают атаку 3 в 2. Козлов, Брылин. Брылин. Но они больше сейчас думают о сохранении счета, очевидно. Гостью. Гостью аккуратно, очень разыгрывают, пробрасывают. Шайба уходит высоко за пределы поля. От клюшки Николая Щамина взвилась шайба вверх, туда, на уровень табло. Держит рвай. Брылин садится на скамеечку. Да, с чувством исполненного долга. Думаю, сегодня Брылин потрудился хорошо. Каменский. Последние смены. И на поле опять Каменский, опять Ситов. Кишневский. Каменский. Мазякин забрал шайбу. Пытается ее сохранить. Не дают начать атаку, ничего не дают сделать. Узяли вам. Одна секунда остается до конца овертайма, а точнее уже прозвучала сирена. Что ж, дорогие друзья, матч закончился со счетом 2-2.